Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет очень интересный выпуск, тема которого ипотека. Даже если сейчас ты о ней не задумываешься, с большой долей вероятности в своей жизни тебе придется с ней столкнуться. Потому что купить квартиру сегодня, скопив денег, как многие могут посоветовать, не заработал, не покупай. Вот ты сначала накопи, потом покупай. Очень сложно. И многие из нас прибегают к ипотеке для того, чтобы купить себе жилье. В этом видеоролике я хочу с вами поделиться своими наблюдениями. С чем столкнулся я, что посчитал, какая математика получилась. Я все записал. Настоятельно вам рекомендую сейчас нажать на паузу, взять листик, взять ручку. И те, кто сталкивался с ипотекой, давайте вместе посчитаем и придем к общему знаменателю. Посмотрим, что же происходит на самом деле. Потому что с экранов телевизоров, с прессой, из радио нам везде рассказывают. Ключевая ставка падает, строится больше новостроек, жилье становится доступнее, появляются дополнительные поддержки от государства. И они действительно появляются. Эту тему мы тоже затронем. Все будем делать максимально объективно. Плюсы, минусы. Математика. И на основании этого, досмотрев ролик до конца, мы с вами сможем сделать выводы. Есть ли она эта поддержка или же это все только на словах. Мы затронем в этом ролике материнский капитал. Потому что там тоже интересная математика. Друзья, присаживайтесь поудобнее. Сегодня будет информативно и интересно. Мы начинаем. А начнем мы с вами с предыстории. Как я вообще столкнулся с этой темой. В 19-м году осенью моя супруга сказала мне, что мы ждем ребенка. Соответственно, сейчас мы проживаем в однокомнатной квартире. И еще тогда я понял, что в любом случае нужно будет расширяться. Все те, кто давно подписан на канал, знают, что сейчас я активно решаю свой жилищный вопрос. И многие задают вопрос, где собственно эта квартира. Ребята, я вам все расскажу чуть позже. Там детально получится целый документальный фильм с очень полезной информацией. Если вы не подписаны, подпишитесь. Потому что этот ролик, он реально жизненный и очень полезный. Суть в следующем. Я провел расчеты. Что я сделал? Вот смотрите, пример. Сегодня мы разбираем исключительно пример. Вы можете вот эти все цифры подбивать под себя. Я задал вопрос человеку. Какая ставка по ипотеке была бы для меня, как для ИПшника? В 2019 году средняя ставка была бы примерно 10%. Кому-то это было чуть ниже, кому-то давали чуть больше. В 2016-2017 году, если мне не изменять память, там ставки были и вовсе по 11%, а то и по 12%. Значит, что я начал делать? Вот сейчас внимательно. Вот давайте смотреть. В 2019 году в моем доме, в котором я хочу купить себе квартиру, двухкомнатная квартира площадью 53-54 квадратных метра, стоила в среднем 9 миллионов рублей. Среднее число как считается? Были квартиры по 8 550 убитые, были квартиры с чуть лучшим ремонтом 9 500, в среднем квартиры были 9 миллионов. Я такую находил, пришел, не договорились, не купил. Но факт того, что она продавалась, была. Что я делаю? Значит, у нас будут вводные данные, я вам сейчас все вывожу на экран. Значит, в 2019 году, если бы тогда я покупал бы квартиру в ипотеку, ставку я получил бы предварительно 10%. Мы берем в расчет, что квартира стоила 9 миллионов рублей. Для того, чтобы взять ипотеку, нужно внести первоначальный взнос. Мы рассматриваем ситуацию, что первоначальный взнос это будет 20%. Таким образом, 1 миллион 800 тысяч рублей, внимание, ты должен достать из карбана и занести сразу. Мы берем срок 20 лет. Почему 20 лет? Можно взять на 10, можно взять на 30. В среднем люди рассказывают, что все те, кто идут в ипотеку, 20% первоначальный взнос и 20 лет они берут срок. Мы считаем такую среднюю цифру. При таких данных у меня платеж получался бы тогда 69 тысяч 482 рубля. Переплата за весь период, внимание, 9 миллионов 475 тысяч 574 рубля. Ребята, внимательно все смотрите, под себя записывайте. Все расчеты я вам вывожу для того, чтобы вы глазками могли это все видеть. Для чего? Для того, чтобы дальше вам было интересно. Значит, полная цена квартиры получается 18 миллионов 475 тысяч 574 рубля. То есть мы берем сумму квартиры и те проценты, которые мы переплатим. Здесь еще раз делаю акцент, что все считается примерно. Кто-то скажет, я бы закрыл досрочно. Таким образом, процентов у тебя было бы меньше. А кто-то взял бы на 30 лет. Таким образом, переплата по процентам была бы больше. У кого-то ставка могла бы быть ниже. Парни, еще раз акцент. Средний пример. Вы свои цифры можете забивать под себя. Ставка получается 10%. В реале эффективная процентная ставка, вот почему-то, сколько раз я не натыкался на различные ролики по финансам, никто никогда особо это не обсуждает. А эффективная процентная ставка была бы 10,5%. Вот, казалось бы, 0,5%, а это примерно плюс 500 с чем-то тысяч рублей переплата. То есть в реале вы берете под 10%, но на деле это будет 10,5%. Таким образом, мы сейчас высчитали полную цену квартиры. Мы узнали, сколько она стоила бы в 2019 году. Какая была бы процентная ставка. Если начать копать дальше, там 16-17 год, понятное дело, что ставка тогда была выше, цена квартиры была ниже, это ключевой момент. Что происходило дальше? Начался 20-й год. Все вы прекрасно знаете, коронавирус, скачок доллара. Доллар скаканул, внимание, на 20%. Когда мы все вышли из режима самоизоляции, начали копошиться, заниматься делами, что происходит дальше? Потом начинают везде повально расти цены. Машины растут, недвижка растет в цене, продукты, все это везде растет. При этом у нас начинается программа поддержек. Там начинает опять падать ключевая ставка. Что такое ключевая ставка для любого человека? Вот простыми словами. Чем ниже ключевая ставка, тем доступнее должны быть кредиты для населения. Ты приходишь брать потребительский кредит, ставка должна быть ниже. Ты приходишь брать ипотеку, ставка должна быть ниже. Ты приходишь покупать машину в кредит, ставка должна быть ниже. Для тебя это должно быть выгоднее. Что произошло на самом деле? Я залез в интернет, нашел наконец-то квартиру, которая мне понравилась. Точно такая же квартира, как и раньше, за 9 миллионов, только четырьмя этажами выше. И цена ее составляет 11 миллионов рублей. Некоторые продают подобные квартиры 11500, 11700. Кое-как мы договорились на 11 миллионов рублей. Я пошел в банк и мне делают новую ставку. Делают расчет на ипшника. Об этом я рассказывал. Ставка получилась 7,8%. Это полная честная ставка. То есть все эти страховки, все уже по процентам включено. То есть 7,8. Все. Я прям все перечитал. Все совпадает. Вот сейчас мы с вами начинаем считать. 11 миллионов стоит квартира. Первоначальный взнос 20% это уже 2 миллиона 200 тысяч рублей. Из кармана будь добр, вынь да положь. Срок мы также берем 20 лет. Платеж у нас, соответственно, получается 72 тысячи 512 рублей. Переплата составляет 8 миллионов 603 тысячи 641 рубль. Полная цена квартиры 19 миллионов 603 тысячи рублей. Таким образом, если мы сравниваем цифры, у нас ставка стала ниже. При этом эффективная процентная ставка в реале не 7,8, а 8,1. Недвижка в цене выросла. Таким образом, переплата за квартиру полной стала почти на миллион рублей 100 тысяч больше. Вот сейчас вот это давайте детально обсудим. И обсудим мы с вами самый главный вопрос, который волнует абсолютно каждого человека, который сталкивается с ипотекой. Я его даже себе записал. Где выгода для человека от снижения ключевой ставки, когда, внимание, цены на квартиры растут? Нам с экрана рассказывают, ставка падает, дополнительные поддержки для молодой семьи. Сегодня можно взять ипотеку 6,5%. Если вы зайдете куда-то на сайты застройщиков, некоторые предлагают ставку 3,9%, 3%. Здесь можно сделать ставку, внимание, хоть 1%. Вопрос, насколько выросла недвижка в цене? Когда мы сейчас посмотрим новостройки, некоторые квартиры, которые стоили там двушка, допустим, 10 миллионов рублей, сегодня их продают там по 14-15 миллионов рублей. Скачок за один год. На основании этого, того, что тут идет снижение, кредит становится доступнее, выгоды нет никакой. В реале вы только больше денег отдаете. Выгоду вы видите только на бумажке, на рекламных объявлениях, что приходите к нам, доступна ипотека, приходите к нам, у нас доступное жилье. Вот вы посмотрите, и обязательно подпишитесь просто на канал, посмотрите, что мы снимаем. Мы ходим по новостройкам, спрашиваем у людей, кто за сколько купил, и смотрим, сколько эти квартиры стоят сейчас. Как правило, это там 2-3-4 года разница между покупкой и продажей. Скачок произошел бешеный. Таким образом, для вас и для меня в том числе, вот этих вот ставок низких, от них толку просто 0 рублей, 0-0 копеек. И самое главное, вот смотрите, сейчас, внимание, вы можете меня за это захейтить. Сам факт того, что я случайно наткнулся на статью в интернете, где вот там Путин сказал, что что это за херня такая за программа, когда мы ставки снижаем, а застройщики цены поднимают. Таким образом, наши поддержки нахрен никому не нужны. Все верно. Таким образом, выгоднее даже брать там, я не знаю, 10%, лишь бы там верните цены, как они были раньше, условно. Ребята, вот это вот, кто не понял, еще раз включайте, пересматривайте еще раз. Это полезная информация. В школе такого не рассказывают. В школе нам пишут там кучу уравнений. Кстати, вот интересное наблюдение. Я сделал специально к этому сюжету публикацию в Инстаграм нашего канала, куда вас постоянно приглашаю подписаться. Прямо сейчас я вам его покажу. Значит, я сделал два примера из первой, там, второй класс программы математики. Как вам звучит этот пример? 3 плюс 3 умножить на 3. Сколько получится? И два варианта ответа. 12 или 18. И вот, смотрите, статистика. 541 человек сказали, что 18. То есть, они сначала сделали сложение, а потом умножение. Хотя все должны знать, что сначала делается умножение, а потом сложение. Идем дальше. Второй пример. 10 минус 5 плюс 1. Вообще, ну, простейшая математика. 10 минус 5 плюс 1. Не знаю. Люди, видимо, подумали какой-то подвох и начали делать первым делом сложение. Ни скобок, ничего нету. 16% из запрошенных ответили неправильно. 4. То есть, это тысяча человек, больше тысяч человек посчитали неправильно. Друзья, это простейшая математика. И люди не могли с ней справиться. Что уж говорить о том, что когда вы приходите в банк и вам рассказывают. Ставки снизились, поддержки дополнительные. Все для вас. А на деле выросли квартиры в цене. Таким образом, пройдя этот этап на своем личном примере, я был просто-напросто возмущен от того, что в реале поддержка есть, но ее нет. Кому в этой ситуации повезло? Я могу предположить лишь тем, кто купил квартиру по старой цене, за 9 миллионов рублей. Неважно, где вы живете, за 3, за 5, за 15. Суть в том, что купили по цене до подорожания. Купили вы с повышенной процентной ставкой, 10-11%. Но у вас есть возможность, и банк пойдет вам какой-то на встречу, сделает честное рефинансирование. Не так, что вам скажут, 6% мы вам делаем ставку, но при этом миллион, страховка жизни на весь период. Что все это перекроется. У кого есть такая возможность сделать ставку ниже? Это круто. Уверен, встретятся комментарии из серии. Вы все дураки, кто сейчас покупает квартиры. Пузырь лопнет. Цены упадут. Вот тогда-то и надо будет брать. Спрос не может быть постоянно таким высоким. Друзья, есть такое понятие инвестиции. Кто-то покупает квартиру чисто под инвестиции. А есть такое понятие жизнь. Когда тебе нужно здесь и сейчас уже покупать квартиру. Люди не покупают квартиру в один день. Утром проснулся. Блин, мне квартира нужна. Пойду-ка я себе куплю. Люди к этому идут. В какой-то момент они понимают, что пока они копят, копят, копят. Херак, блядь, все начинает меняться. И потом ты приходишь, а тут уже вчера была цена 9500. Ты приходишь на 10 миллионов. Потом еще люди думают о продавать за 10 или не продают. Только и слушай, давай-ка за 10500. Потом 11. Это все происходит прямо сейчас. Последние полгода минимум на рынке. А по-хорошему вообще год скоро уж как. Цены вот так вот плавненько-плавненько дорастут. Местами даже и не плавненько. Поэтому прежде чем писать, что вот вы посидите, ждите. Когда было такое в стране, особенно про такие города, как Москва, города-миллионники, чтобы недвижка из-за того, что упал спрос, упала в два раза в цене. Бывает такое? Или там упадет на миллион? Короче, никто ничего своей выгоды не получит. Факт в том, что застройщики ведут себя по-хамски, поднимая цены необоснованно зачастую. А на основании этого также растет по цене и вторичка. Вот это вот нам с вами нужно выяснить. Мы переходим дальше к теме мат-капитала. По этому вопросу, если я где-то там неправильно посчитал, всех жду в комментарии. И переходя к теме материнского капитала, я сперва напомню, что раньше его не было вообще. Потом было 150 тысяч, потом стало 466 тысяч. И с этого года, говорят, проиндексировали, теперь материнский капитал за первого ребенка будет 482 тысячи. Дочка родилась, а в семью, с одной стороны, уже бах, почти полляма упала. И вот теперь, как папа, пойдемте я вам покажу, какие автоаксессуары я покупаю. Как вы видите, сейчас мы находимся в Московской области у родителей. Как вы думаете, что там? Ну, конечно же, здесь у меня автокресло. И вот это автокресло, Рикаровско, оно просто нафаршированное. Если вы подумаете, ой, блин, сейчас будет рекламировать кресло. Нет, не так. Но пару слов я о нем скажу. Изначально цена этого автокресла, вдумайтесь, 27 тысяч рублей. Я его купил за 19 тысяч рублей. Что оно из себя представляет? Это реально продвинутое кресло. Почему мы его выбрали? Жена общается с людьми, у кого тоже есть дети. Говорят, человек, было такое кресло, попали в ДТП, ребенок даже не проснулся. Потому что система безопасности здесь очень высокая. У этого кресла есть подушки безопасности. Это единственное кресло в мире, как говорят, у которого есть аудиосистема. Для чего? Можно включить белый шум, ты едешь в дороге, твой ребенок спокойно спит. Очень удобное и продвинутое кресло. Купив его ближайшие 3-4 года, вопрос с ним закрыт. Где мы его нашли? Конечно же, парни, через Е-каталог. Все, что нужно купить, я всегда проверяю там. Зашли туда еще пару или даже 3 месяца назад. Оно стоило 27 тысяч. Купили мы его месяц назад. И купили за 19 тысяч рублей, потому что пошла официальная акция. Самая базовая модель была 18 тысяч рублей. И самое главное, что на Е-каталоге вы можете спокойно выставить кучу фильтров под себя. Вы посмотрите сами, я вам вывожу каталог на экран. Почитать отзывы, посмотреть видеоинструкцию, как его устанавливать. Крепление изофикс изначально, когда ты никогда его не ставил, не сперва поймешь, куда чего тыкать. Посмотреть динамику цены. Я сначала думал, по-любому есть какой-то подвох. Начал смотреть, минимальная цена, которая по ним была за последний год, 21 тысяча рублей. Мы купили за 19 тысяч рублей. Поэтому, друзья, прежде чем совершать абсолютно любую покупку, проверяйте любой товар на Е-каталоге. Ссылку на них я оставляю в описании. Плюс ко всему, сегодня 23 февраля, впереди уже как минимум календарная весна. Все мы ее ждем, сейчас на улице минус 25 градусов. Шины, диски нужно будет покупать, там все есть. Отдельно оставляю ссылочку на этот раздел. Е-каталог не призывает вас ничего покупать. Он лишь помогает вам совершать покупки с удовольствием и экономить ваши денежки. Ссылочка в описании. При покупке жилья многие рассчитывают на материнский капитал, потому что ничего себе. Сегодня с учетом индексации... Ну вы понимаете, просто студия как бы своеобразная у меня. Это как бы собачья будка и вот эти товарищи здесь живут. Не будем отвлекаться. Слушатель, Лейла, будь добра, не мешай, пожалуйста, доработать. С учетом индексации на сегодняшний день материнский капитал составляет 482 тысячи рублей. И вот здесь я хочу обсудить такой вопрос, как справедливо ли? С одной стороны, безусловно круто, когда вы получаете капитал за то, что у вас родился ребенок. Какая-никакая поддержка есть, и это здорово. Есть поговорка хорошая. Дареному коню в зубы не смотрят. Не нравится, можешь им не пользоваться. Положи на место, он у тебя есть, не пользуйся и не жалуйся. Но с другой стороны, когда есть поддержка, тут начинаешь считать. Ложись. Я вот обратил внимание на такую картину. Цена квартиры 11 миллионов рублей. Это мой личный пример, который я покупаю. Материнский капитал 482 тысячи, это примерно почти 4,5 процента от цены квартиры. При этом, если бы я покупал бы квартиру не в Москве, а в Московской области, в 100 километрах от Москвы, точно такую же двухкомнатную квартиру, здесь она стоит порядка 2,8-3 миллиона. Берем среднюю 2 миллиона 900 тысяч рублей. Всего лишь 100 километров от Москвы. Соответственно, здесь точно так же материнский капитал на 482 тысячи рублей. Но только здесь получается так, что это практически 17 процентов от цены квартиры. Таким образом, здесь эта поддержка, она в 4 раза выше, чем в Москве. 4 умножаем на 482. И у нас получается цифра 1 миллион 928 тысяч рублей. Вот такая поддержка должна быть для жителей Москвы условно, для того, чтобы все было по-честному. То есть, ну берем квартиру в Москве, точно такую же где-то в области, сравниваем цифры. Вот, пожалуйста. Вопрос. Я неправильно считаю? Или же как? Вот это справедливо, то, что у одних это практически 20 процентов поддержку, у других это там практически 5 процентов поддержки. Но я считаю, что это не совсем справедливо ваше мнение, напишите в комментарии. Я подчеркиваю, я не говорю не только про Москву, я говорю вообще в целом про страну. Где-то это будет еще больше поддержка, где-то это будет там еще меньше. Надо все сравнивать. Дальше. Минусы материнского капитала. Когда я с ним столкнулся, многие люди в инстаграме мне написали. Диман, если ты покупаешь квартиру в ипотеку, лучше нахрен с ним не связывайся. Я думаю, почему, нифига себе, там, казалось бы, просто сунул его, и он автоматом проходит. Там воспользоваться с ним особых проблем нет. Просто чуть-чуть нужно будет подождать. Факт в том, что когда вы покупаете квартиру в ипотеку, вот эти деньги, они вашего ребенка. И, соответственно, он получает долю в этой квартире. И вдруг вы купили, например, там, одна или двухкомнатную квартиру с маткапиталом. Через какое-то время вы понимаете, что, блин, места вам маловато, вы хотите купить теперь двух- или трехкомнатную квартиру, простыми словами расшириться. Но вы, подчеркиваю, находитесь в ипотеке. Что вы думаете? Так, ага, сейчас подберу другую квартиру, эту продам, куплю другую, сделаю там, рефинансирование по ипотеке и буду дальше платить. Правильно? А на деле будет вот такая фига, потому что здесь начинается целый геморрой. Прежде чем совершить такую процедуру, вы должны идти в органы опеки, собирать там кучу документов для того, чтобы сделать отчуждение прав по ребенку. Далее вы должны продемонстрировать и подтвердить, что покупая квартиру другую, это идут улучшения жилищных условий. А что будет, если, например, вы проживали там в двухкомнатной квартире, не дай бог вы с женой разводитесь. Соответственно, вы начинаете делить там имущество, решите разъехаться по однокомнатной квартире. Что будет тогда? Будет ли у вас возможность так сделать? Вот это вот хороший вопрос. Это жизненный вопрос. Соответственно, многие говорят, прежде чем воспользоваться мат-капиталом, надо сто раз подумать, а не пожалеешь ли ты потом об этом. Потому что просто так вот продать квартиру и купить у вас возможности не будет. Юристы говорят, что это все можно обходить путем альтернативной сделки. То есть на основании авансового договора, вы покупаете квартиру, вносите аванс, у вас есть аванс, вот это соглашение. Вы, в общем, целый геморрой, но говорят вопрос решаемый. Но тем не менее, подчеркиваю, был человек, который мне писал, что он даже дошел до пенсионного фонда. В общем, прошел все инстанции, говорил им, ребята, пожалуйста, заберите обратно деньги, верните все взад. Вроде бы я ничем не пользовался. Только отвалите от меня и дайте мне возможность спокойно распоряжаться своим имуществом. Отсюда к вам вопрос. Вот по мат-капиталу, как это? Первый вариант. Это хорошо, поддержка есть, не нравится, не пользуйся. Или же вот спор. Какая поддержка должна быть для Москвы, для области, для других регионов? Не должна ли быть какая-то индексация? Где-то больше, где-то меньше. Здесь же тоже куча вопросов. Потому что сразу появятся те, кто живут в области, и они начнут прописываться в Москве, для того, чтобы им получить более проиндексированный мат-капитал. Сам факт того, что основную картину я вам донес. Как она, ипотека на экранах? Как это вот с рекламой? Как это происходит на самом деле сейчас? Что происходит с мат-капиталом, который вроде бы есть, а с другой стороны еще сидишь, думаешь, пользоваться им или не пользоваться? Друзья, подписывайтесь обязательно на канал, потому что дальше будет больше интересных роликов про недвижимость, в том числе. Свой квартирный вопрос я решаю, как только все разрешится, я вам сразу все сниму. Затягивается не по моей вине, но у нас все двигается. Подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваше мнение в комментарии. До новых встреч, всем пока-пока!